Кошки известны своей любовью ко сну. Они могут дремать часами напролет. Но замечали ли вы, как часто они предпочитают спать рядом со своими хозяевами? Это поведение выходит за рамки просто поиска удобного места. Это свидетельство уникальной связи между кошками и людьми. Кошек привлекают тепло и уют, которые дарят люди. Тепло нашего тела создает уютное убежище, особенно привлекательное в холодные ночи. Но помимо тепла, сон рядом с нами дает кошкам чувство безопасности и единения. Это признак глубокого доверия и привязанности. Это желание быть ближе говорит о многом об их чувствах к нам. Хотя кошки имеют репутацию независимых, они также являются социальными существами, которые жаждут общения. Их выбор места для сна отражает эту часто скрытую социальную сторону. Кошки – мастера в поиске самых теплых мест в комнате. Будь то залитый солнцем подоконник или свежевыстиранная стопка белья, их притягивает тепло. Это поведение коренится в их физиологии. Как прирожденные хищники, кошки экономят энергию, подолгу спя. Теплая среда помогает им поддерживать температуру тела, не тратя лишней энергии. Это особенно важно для кошек, у которых средняя температура тела немного выше, чем у людей. Когда кошка ложится спать рядом с вами, она использует тепло вашего тела как естественный обогреватель. Ваше присутствие является постоянным и комфортным источником тепла, позволяя им полностью расслабиться и погрузиться в безмятежный сон. В дикой природе кошки являются и хищниками, и жертвами. Эта двойственность делает их естественно осторожными и осведомленными об окружающем мире, даже когда они спят. Они ищут безопасные защищенные места, где они могут отдыхать, не чувствуя себя уязвимыми. Для домашней кошки присутствие хозяина дает чувство безопасности и защиты. Спя рядом с вами, ваша кошка чувствует себя менее уязвимой и более непринужденно. Она знает, что вы рядом, чтобы присматривать за ней и защищать от любых потенциальных угроз. Это чувство безопасности особенно важно для кошек ночью, когда их чувства обострены, а инстинкты подсказывают им быть более бдительными. Ваше присутствие позволяет им расслабиться и насладиться по-настоящему спокойным сном. Кошки – мастера невербального общения. Каждое мурлыканье, мяуканье и дерганье хвостом несет в себе сообщения. Даже их выбор места для сна говорит о многом об их отношениях с вами. Когда кошка решает спать рядом с вами, это явный признак доверия и привязанности. Они предпочитают быть уязвимыми и расслабляться в вашем присутствии. Они чувствуют себя в безопасности, защищенности и любимыми, когда находятся рядом с вами. Чем ближе они спят к вам, тем глубже связь. Кошка, которая спит, свернувшись калачиком рядом с вами или у вас на коленях, демонстрирует высокий уровень доверия и привязанности. Они видят в вас источник комфорта, безопасности и компененшип. Хотя тепло и безопасность являются важными факторами при выборе кошкой места для сна, не следует недооценивать эмоциональную связь между кошкой и ее хозяином. Кошки – социальные существа, которые формируют прочные связи со своими человеческими компаньонами. Сон рядом с вами – это способ для вашей кошки укрепить эту связь. Это время физической близости и общей интимности, даже если это просто вдох и выдох. Эта близость высвобождает эндорфины как у вас, так и у вашей кошки, способствуя чувству любви, счастья и благополучия. Это – напоминание о том, что, хотя кошки не всегда показывают это так же, как собаки, они способны на глубокую любовь и привязанность к своим хозяевам. В семье, где несколько человек, вы можете заметить, что у вашей кошки есть любимый человек, с которым она спит. Она может постоянно выбирать сон рядом с одним человеком, а не с другим. Это предпочтение часто сводится к сочетанию факторов. Кошек тянет к теплу, поэтому человек, который, как правило, теплее других, может быть более привлекательным. Они также ценят спокойствие и неподвижность, поэтому тот, кто беспокойно спит, может быть не таким желанным партнером по сну. Личность также играет роль. Кошек больше тянет к людям, которые нежны, ласковы и внимательны к их потребностям. Если кошка чувствует, что ее особенно любят или леют, она с большей вероятностью выберет этого человека в качестве товарища по сну. Кошки очень территориальные существа. Они используют запах, чтобы пометить свою территорию и установить границы. Сон в определенном месте, особенно рядом с любимым человеком, это способ заявить об этом пространстве, как о своем собственном. Когда кошка трется о вас, она оставляет феромоны из желез на щеках и лапах. Эти феромоны оказывают успокаивающее действие на кошек и служат им способом пометить свою территорию, как безопасную и знакомую. Сон в месте, где ваш запах силен, например, в вашей постели или на вашем любимом кресле, позволяет вашей кошке окружить себя вашим знакомым и обнадеживающим ароматом. Это их способ сказать, это мой человек, и это мой дом. Кошки процветают благодаря распорядку. Они чувствуют себя в безопасности, когда знают, чего ожидать. Это особенно верно, когда речь идет об их привычках сна. Установление постоянного режима сна, может помочь вашей кошке чувствовать себя более расслабленной и защищенной. Старайтесь ложиться спать и просыпаться примерно в одно и то же время каждый день, даже в выходные. Это поможет регулировать внутренние часы вашей кошки и снизит вероятность того, что она разбудит вас посреди ночи. Если у вас большая семья, призывайте всех быть последовательными, в общении с кошкой, особенно перед сном. Это поможет вашей кошке чувствовать себя в большей безопасности и предотвратит чувство тревоги или растерянности. Хотя сон рядом с вами является явным признаком доверия и привязанности, это не единственный способ, которым кошки проявляют свою любовь. Кошки выражают свои чувства с помощью множества едва заметных действий. Обращайте внимание на язык тела вашей кошки. Медленное моргание, тычки головой и мурлыканье, все это признаки привязанности. Кошка, которая встречает вас у двери, следует за вами из комнаты в комнату или трется о ваши ноги, показывает, что ей нравится ваша компания и она ищет вашего внимания. Найдите время, чтобы выучить уникальный язык любви вашей кошки. Все кошки разные, и то, что одна кошка считает утешительным, другая может счесть навязчивым. Обращая внимание на их сигналы, вы можете научиться понимать их индивидуальные способы выражения привязанности. Построение прочных отношений с вашей кошкой требует терпения, понимания и готовности увидеть мир с ее точки зрения. Вот несколько советов по улучшению ваших отношений, выделяйте время для игр каждый день. Участвуйте в интерактивных играх с игрушками, которые стимулируют естественные охотничьи инстинкты вашей кошки. Обеспечьте много вертикального пространства. Кошки чувствуют себя в безопасности, когда находятся высоко. Приобретите кошачьи деревья, полки или насесты на окнах, чтобы ваша кошка могла обозревать свои владения с высоты птичьего полета. Уважайте их границы. Не заставляйте вашу кошку общаться, если у нее нет настроения. Позвольте ей подойти к вам, когда она будет готова к вниманию. Разговаривайте со своей кошкой успокаивающим голосом. Кошки очень чувствительны к тону голоса. Разговор с ними нежным, успокаивающим голосом поможет им чувствовать себя в безопасности и любимыми. Связь между кошкой и ее хозяином особенная. Это свидетельство доверия, привязанности и взаимного уважения, которые могут возникнуть между двумя очень разными видами. Когда кошка решает спать рядом с вами, она доверяет вам свою безопасность и благополучие. Этот акт доверия, привилегия и радость. Это напоминание о том, что, хотя кошки не всегда показывают это так же, как собаки, они способны на глубокую любовь и привязанность к своим хозяевам. Так что в следующий раз, когда ваша кошка свернется калачиком рядом с вами, чтобы вздремнуть, дорожите этим моментом. Это свидетельство уникальной и нерушимой связи, которая у вас есть.